Погнали Движение прекратилось неожиданное время Поэтому мы к маме решили подойти На основании чего? На основании я вам сказал Вы нам послали Проверили у вас поискующим базам Нормально, вы не лишены Сейчас его до свидания Машина не выводит Должен быть со стальным протоколом Или вы что нарушали Я бы не нарушал Проверили вас поискующим базам На данный момент сейчас Пожалуйста Разорвите, я понимаю Ваши машины Чтобы порвать Мы брали мои личные данные Ваши личные данные остались при вас Я только что проконсультировался На данный момент Вы можете на меня пару штрафов подписать Ну если мы напишем на вас пару штрафов И подадите на нас сутки Мы его на вас напишем Если вы так вернете Мы вас на вас напишем Что вы говорите? Ну два свидетеля потом найдутся Без его подписи Вот здесь Если люди правильные Вы приехали Что вы касались Что вы действительно В чем смысле? Ну что вы вчера показал сам фамилию, имене, имене Так можно говорить Что он запомнит сейчас Пожалуйста бумажку вам запомнил Что от этого изменится И он опять вам позвонит и опять будет плакать. Я не плакал, я просто позвонил. Расскажите, а почему вы нарушили экономию? Что я нарушал? Вы можете подтвердить? Что вы мне сказали? Причем подтвердить? Потом послать камеру и будет подтвердить подтвердить. Что вы мне сказали? Объехали. Да потому что там много машин стояло. Кстати, как остальные люди стоят в очередь, уважайте первую очередь. Он объехал. Уважайте людей, других участников. Я сплошной, я сплошной. Переезд, на котором был закрыт. Закрытый жених дружной переезд, он нечем стоять в самом конце головы. Я объехал и полностью встал впереди. Это запрещено. Так кому я защищаю? Нет, подождите. Завтра он будет пьяный. Кого-то собьет его, не поймёт. Будет идти его жена с ребенком, потом он приедет. Вы опять будете его защищать. Не дай бог кого-то с вашей семьи, с моей. Если с моей семьей кто-то все так делал, я бы не знаю что делать. Так же самое будет. А вы просто защищайте непонятно кого. Непонятно за что вы боретесь. Граждане Украины. Понимаете? Если вы граждане Украины будьте, пожалуйста, законопослушны. Не нарушайте законы этой Украины, которые вы езжаете за гражданину Украины. Я нарушил на данный момент. Вам неудобно там стоять сильно далеко, понимаете? Это неправильно. Это неправильно. От того, что есть правила и закон, то никто не объезжает. Вы допустили объехать? Я объехал и стал в колонну непосредственно. Все, езжайте. Мы проверили самую практическую беседу. Вы поняли, что делать нельзя. А если вы не поняли, то мы обьем в голову, чтобы... Про практическую беседу все закончили, правильно? Все, да. Ну, тогда не будем рассчитывать это. Надо, чтобы она поменялась, чтобы не нарушали. Просто, когда что-то случается, в первую очередь, кому обращаться? Ну, скажите, что это случается, кому вы обращались? А почему? Вы сами находитесь! Вы сами находитесь! Ну, есть Европатокон, но... Там достаточно запятую где-то не проходит. А если вы с такой компанией прийдите, почему вы туда не прийдете? С такой компанией прийдите. Почему вы туда не прийдете? Потому что там дурно скажете. А если вы с такой компанией не прийдете... А если вы с такой компанией не прийдете... Походите в страну компанией, скажите, девочки, а что же нам не выплатили две? Я хочу сказать... Машина в таро... Призносит пятьдесят тысяч, а она тебе три тысячи гривен... Ну, лучше бы лучше посажать. И когда выплатят, даже, блядь, тысячи съесть, правильно? Ну, отпустили домой. Горе водителя. Ну, как бы сказали, что протокола не будет. Устное предупреждение. Ну, не знаю. Надеюсь, что ему ничего не напишут. Ну, вы видели, что нас отпустили. Водители. Все живы, здоровы. Но только теперь остается ждать либо повесточку, либо лишение прав. Вот. Работники ГАИ сказали, что это было устное предупреждение. Ну, надеюсь, что они честные ребята. И не будут писать протокол. Потому что бумажку с личными данными, которые они переписали справ, так и не вернули. Не порвали, не уничтожили, ничего. Такие вот дела. Спасибо. Спасибо.